Ты не знаешь Он тоже очень любил рисовать Хотел побыстрее вырасти Хотел пойти в школу и новый велосипед И впереди была целая жизнь Карим, Илона, Мария, Эльдар Наше будущее То, ради чего ты живешь То, ради чего ты готов стоять до последнего 3 сентября в Центре традиционной культуры народа России По инициативе молодежного центра При поддержке отдела АТК района Физкультуры, спорта и делам молодежи Образования, культуры и библиотечной системы Провели акцию памяти жертв терроризма В мероприятии приняли участие Духовенство, руководство школы имени братьев Ирбайхановых Именитые спортсмены района В том числе обладатель Кубка мира По смешанным единоборствам Гиргий Шахру Рамазанов Открывая мероприятие Начальник отдела спорта Ахмед Исааков отметил Что 3 сентября Отмечается День солидарности В борьбе с терроризмом Эта памятная дата России Была установлена в 2005 году Федеральным законом О днях воинской славы России И связана с трагическими событиями В Беслане, Каспийске, Буниновске, Кизляре и Нор-Ост Терроризм это гибель живого Это крики на детских губах Это смерть ни в чем не повинны Стариков и женщин, детей Это подлое злое убийство Озберевших жестоких людей 3 сентября Отмечается День солидарности В борьбе с терроризмом Эта памятная дата России Была установлена в 2005 году Федеральным законом О днях воинской славы России И связи с трагическими событиями В Беслане, Каспийске, Буниновске, Кизляре, Нор-Ост Далее в своих выступлениях представитель образования Айвар Мамедов Обладатель Кубка мира по смешанным единоборствам Гиргир Шахру Рамазанов Отмечали единение всех здоровых сил в борьбе с терроризмом Уважаемые жители муниципального образования Айвар Мамедовского района 3 сентября в России памятная дата День солидарности и борьбе с терроризмом Этот день приурочен трагическим событием Произошедшим в 2004 году в городе Беслане Когда в результате террористического акта погибли 334 человека Основных женщин и дети В первую очередь я хочу вас всех приветствовать От имени главного муниципального образования Айвар Мамедовского района Салава Джамбада Шапиевича Сегодня наша страна отдает дан памяти погибшим от рук террористов в Беслане Буденовской, Бунякской, Первомайской, Москве, Волгодонской, Волгограде И в ряде других городах террористических актов Вспоминая невинные жертвы, мы едины в своем намерении Всеми силами противостоять террору Барба с терроризмом, с проведением экстремизма Остается важнейшим направлением политики нашего государства В муниципальном образовании Айвар Мамедовского района Мы также определяем большое внимание Профилактике этого безусловного зла Противодействию любым его проявлениям Константинация общества, терпимость и уважение друг к другу Представитель разных национальностей, конфессий, политических взглядов Вот основные инструменты, которые позволяют предупредить Про состояние терроризма и экстремизма Лишат преступников надежды на поддержку общества Сегодня также мы знаем, что 3 сентября 75 лет Со дня окончания Второй мировой войны Уважаемые земляки, призываем вас ответственно Относиться к сближению мира и согласию общества Проявлять битильность Также слово предоставляется заместителю начальника района управления образования Айувару Идаятовичу Мамедову Дорогие гости, уважаемые приглашенные Сегодня памятная дата Эта дата связана с трагическими событиями в Северной Сети 1-30 сентября 2004 года В городе Беслане в результате терроризма акта Как уже озвучили Погибли более 300 детей и взрослых Из них 150 это были дети С той самой трагической даты Прошли уже 16 лет Но память о тех событиях не угасает и не забывается Сегодня мы также вспоминаем жертв Беслана И Буденновска, Москвы и Волгодонска Терроризм не имеет границ Мы также солидарны с теми Кто пострадали от террористов И в Париже, и в Барселоне И многих других городах мира Мы едины в своем намерении Всеми силами противостоять терроризму Как национальному, так и международному В настоящее время террористические атаки Составляют угрозу безопасности всего человечества Происходит рост такого роста преступлений Террористы применяют все новые и новые методы Эти формы террористических актов по всему миру Это мы видели на примерах террористических актов в Париже, Барселоне Которые нанесут массовые человеческие жертвы Поэтому в мире должны понимать, что с ним надо бороться И в день солидарной борьбы с терроризмом вспоминают жертв Террористов проводятся мероприятия, посвященные их памяти В траурных митингах Минуты молчания Сотни тысяч людей по всему миру Официальные власти чтят память убитых сотрудников Правоорганов во время исполнения служебного долга И мирных людей Выступают с заявлением против терроризма И традиционно к тому дню В разных городах и районах страны Приурочено проведение различных мероприятий Массовых мероприятий Которые показываются и посвящаются Сущность терроризма Вот сегодняшнее наше мероприятие тоже свидетельствует об этом И нам сегодня важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться Сколько предупреждать его в отникновении И для достижения этой цели нам необходимо уважительное отношение к культурным и национальным конфессиональным особенностям Права на сохранение собственной идентичности всех народов В день борьбы с терроризмом мы должны донести до общества, что он не имеет национальности А порождает убийство и смерть по всему миру Только толерантность и взаимное уважение позволяет предупредить разрастание социальной базы терроризма И лишать преступников надежду на поддержку в обществе Я думаю, что всеми нашими совместными усилиями мы сможем преодолеть это зло Который называется терроризм И сегодня такие же мероприятия проходят во всех образовательных организациях Муниципально-образовательных фасовертовского района Линейки, классные часы, минуты памяти Объявляется минута молчания по погибшим террористических актов Слово предоставляется председателю Совета ветеранов ОМВД России по Хасаютовскому району Арзулумову Абдул-Вагиду Абдул-Адиповичу Здравствуйте, дорогие участники мероприятия Сегодня самый тяжелый день для нас Мы через 16 лет отмечаем исландские события Где 1 сентября 2004 года Наглые террористы захватили маленьких детей Школьников первого класса, учащихся и старших, и родителей всех И течение два дня их держали без воды, без еды А 3 сентября взорвали здание В результате чего погибли, как было здесь сказано, 334 человека Из них около 200 – это маленькие дети, учащиеся в школе Я что хочу сказать Терроризм, она по себе не рождается Их выращивают благые люди, которые хотят захватить власть Хотят издеваться над людьми Здесь перечислили, в каких городах Российской Федерации В разные годы были террористические акты Большими человеческими жертвами Это удар, террористический акт совершались и в нашей республике Дагестан В городе Буйнакске, Каспийске, Чизляре, Пельгумайске Я хочу вам сказать Значит, с этими террористами Надо бороться не одному правоохранительному Работникам правоохранительного органа Всем обществу От малого большого Мы должны знать, кто чем занимается Ибо генералисты не рождаются Их выращивают Вот я хочу вам сказать Вот примеры Некоторые из нашей практики Работа правоохранительного Дети, молодежь Особенно 15, 16, 18 лет Остается без надзора Со стороны родителей Особенно период каникул Вот у нас сейчас Пошло массовое преступление Как в городе Хасамирте Так и в районе Несовершенние Совершает кражи Совершает угол машины Совершает автовалии Убивает людей И сами оказывается Значит, на скобе посуды Вот буквально в прошлой неделе Они арестовали Пять, шесть, несовершенних Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать Так разговаривают Как взрослые Чувствуются, что За ними нет никакого наблюдения Со стороны Особенно родителей И Я Хочу сказать, что Работники Принимают всеми Предотвратить Выявлять Этих лиц Занимаются Профилактикой Вот Перегумайских Событиях Кизнарских Событиях Вы все знаете Молодежь еще не знает Наверное Сколько Женщин Которые Находились в роддоме Были захвачены Сколько Стариков Сколько Детей И Перегумайские Когда их сопровождали Остановили И Террористы Радуевым Значит Шла Настоящая Режда Людей Не только Мирные Люди погибли Погибли Там и Работники Милиции В 1996 году Значит В борьбе с террористами Погибли 33 сотрудника Это за Один год И Последующие годы Я Уверен Что Наше Государство Наши Руководители Нашей Родины Руководители Нашего Района Во главе Джамбулат Жепил Принимая Семьер Вот Коллектив Педагогический Милиция Провократура Это Недостаточно Надо Больше Уделять внимание На воспитание Детей Я Я Одни Школьники Участники Пришли И от души Я хочу вас поздравить Началом Учебного года Вам только учиться Учиться И учиться Как говорил наш Великий вождь Владимир Ильич Ленин От того Что вы будете Учиться хорошо Только позже Для вас Для ваших родителей Я Поздравляю Началом Учебного года И желаю вам успеха Учеба В жизни Дай Аллах Чтобы никогда не повторялись Террористские акты Спасибо за выливание Далее в своем выступлении Директор молодежи Центра Азамат Душаев Подчеркнул Что терроризм Одна из опасных И масштабных угроз Человеческой жизни Мир вашему дому Дорогие участники Акции Жертвам погибших В теракте От лица молодежного Центра Хасавертова Скорояна Приветствую вас всех Наши старшие Наставники Руководители Структурных подразделений Все сказали Буду крайне краток Хотелось бы В своем обращении Обратиться Молодому поколению Обучающим В среднеобразовательных Школах Помимо этой Даты Дню солидарности В борьбе с терроризмом Также у нас В этом году Круглая дата 75 лет Великой Победы Во время Второй Мировой Войны Поэтому Хочется подметить Что мы все наследие Великих отцов Как бы И то что в наше Время нам остается Только сплотиться Вокруг одной идеи Для нашей молодежи Наш глава Муниципального образования Асавертовский район Джамалак Шапиевич Салава Выделяет очень Огромное внимание Все познается Сравнение Поэтому Идите к одной цели Вера Учеба Спорт И у вас не будет Времени Отвлекаться На такие Недостойные Поступки Которые совершают И благодаря чьим Недостойным Поступкам Страдает Не только За каждым человеком Стоит целая база Родственная база Людей Которые за них Переживают Поэтому Послужите правильной причиной Чтобы Вами гордились В первую очередь Ваши родители И место в котором Мы живем Наша родина Целая наша страна Также на этом мероприятии Хочется От лица молодежного центра Поблагодарить Управление культуры При поддержке Управление культуры Это все происходило Также Отдел Национальной политики Также Школы Братья Вербайхановы Прибыли сюда Директор школы Тренера От лица спортсменов И также Всех вас Обучающих Среднообразовательных Школах На этом мероприятии У нас тоже Присутствует Гергиш Ахрамазанов Он является Обладателем Кубка мира По смешным Незамборскам Хочу сказать Что мы все Помним Трагедию Братского нам Остинского народа Хочу сказать Что мы все По сей день Скорбим Вместе с Остинским народом Уважаемые друзья Все мы знаем Что такое терроризм Сделаем все возможное Все возможно Что терроризм Не был в нашем обществе Также Хочу сказать Занимайтесь спортом Ведь спортом Это символ мира Спорт Это дружба между всеми нами Хочу предложить По ходу Сегодняшнего собрания Включить проект И направить письмо В адрес главы Остинской Со словами Скорбия И поддержки Нашего братского нам Остинского народа Мы хотим Жить Без страха За любовь И за детство За мечты И за шелест берез Мы хотим Чтоб на свете Всех народов Сосед Было добре Без войны И угроз Против терроризма Сегодня весь мир Люди всех Национальностей Стран И континентов В современном мире Любого человека Подстерегает Множество Опасностей Конечно Все мы надеемся Что беда Обойдет стороной Нас И наших Близких Но человек должен быть Готов Ко всему Без проблем Национальностей Национальностей Без проблем Без проблем Национальностей Без проблем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok